Сегодня у нас 620 выпуск открытой политики, обзор событий за неделю и, как говорится, поехали. Конечно же, главным событием недели стали результаты выборов главы Республики Башкортостан и моментально случившаяся вслед за ними инаугурация Хабирова на второй срок правления. 12 сентября Радий Фаритович прибыл в Госсобрание Курулта Республики Башкортостан, возложил мозолистые руки на Конституцию и пообещал сделать все то, что почему-то не сделал за предыдущие пять лет. Был Хабиров мрачен и невесел, что изрядно контрастирует с той картинкой, которая была в 2019 году, когда он проходил этот ритуал впервые. Тогда он был веселым, оптимистичным, весил на 7 килограмм меньше, а за кулисами отчаянно балагурили ныне инаугент Мурзагулов, Костя Шагумуратов, Камиль Бузыкаев и прочие братва, ликовавшие в преддверии сытного обеда. Теперь, как сказано в классическом тексте, иных уж нет, иные уж далече. Из-за кулис боязливо выглядывают всякие Кельсинбаевы и Бардановы, в зале сидят и вовсе Монсоны, Валеевы и располневшие Бузыкаевы. Ну, не тот уже кураж, конечно, не тот. Но что же делать? Клясться все равно нужен. Народ-то аж 80% отдал за любимого руководителя республики. Ну, так и быть. Как и в 2019 году, придется пообещать реконструкцию госцирка. Ну, действительно, Хабиров через 5 лет снова пообещал отремонтировать госцирк. Ну, обещать так обещать. Поверили же в прошлый раз. И в этот раз поверят. А можно вообще в стиле Жириновского пообещать каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки. Тоже прокатит, мне кажется. Народ у нас не злой, поверит, а если что, и простит. Ну, и это проканает. Золото ведь, а не народ. Завершая речь в Курултае, Хабиров поблагодарил за избрание, свое избрание, Владимира Путина. И в целом он был абсолютно прав. Потому что именно Путин был истинным избирателем Хабирова на второй срок правления в Республике Башкортостан. Ну, и остается добавить, что Ради Фаридович в полной мере реализовал свой тезис о том, что, получив власть, не отдают ее добровольно, цепляются за нее с применением всех возможных и невозможных способов. Тут, как говорится, браво. Наверняка вы уже заметили, что на нашем канале появились новые рубрики и новые ведущие. По четвергам это Виталий Буркин с программой «Открытая политика. Право», а по пятницам это Рустем Шайхметов с рубрикой «Открытая политика. Экономика». Присылайте, пожалуйста, вопросы, комментарии, предложения для наших новых авторов. Этим вы поможете нам сориентироваться в том, что вам интересно, а что вам неинтересно, и какие темы нам раскрывать. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь обязательно на все наши каналы во всех социальных сетях. Ну, и, конечно же, поддерживайте наш канал материально. Например, через платформу Boosty, где вы можете оформить регулярную подписку и пожертвование, или просто перевести на Сберкарту, которую вы видите сейчас на экране, любую посильную для вас сумму. Спасибо вам заранее за это огромное! Поистине феерическая история приключилась в Уфе на минувшей неделе с той самой злосчастной пробкой в Кузнецовском Затоне. Проблема накалялась все лето. Сроки сдачи объекта уже давно прошли. Люди по два раза в сутки, значит, часами стояли в этой пробке, на жаре, не понимая вообще, что происходит и когда все это закончится. И тут, прямо перед выборами, власти громко заявили. Объект будет сдан в конце сентября. Ну, народ тихонечко сказал «Ура!» и покорно пошел фотографироваться к избирательному урну. Выборы закончились 8 сентября. И уже 9 сентября на оперативном совещании раздраженный Хабиров поручил министру транспорта и дорожного строительства Любови Минаковой разъяснить тупоголовым согражданам, что работы в Затоне вовсе не закончатся в сентябре. Они вообще в этом году не закончатся. Возможно, их закончат в 2025 году, но, как говорится, это все не точно. Ну, по дорогам у нас, Любовь Викторовна, значит, так много обращений по Пугачевке в Уфе. Надо людям объяснить. Если мы переносим 2025 год, на это идем, ничего страшного. Но людям вместе с Уфой объясните, что вот такая история. Ну, и я давал поручение, там, если ямочный ремонт, то он должен быть сделан. Разделали, Родифович, ямочный ремонт. Уже сделали, да? Чем-таки переносом занимаемся. Там Асян Геевич, посмотрите, ладно? Теперь вот смотрите. Значит, по дорогам, вот пока вот эта вот история фонила. Выборы прошли, и похоже, что власти не собираются дальше удерживать оптимистическо-радостную тональность в медийном пространстве. Уфимские СМИ уже предупредили жителей столицы, что в скором времени проезд в общественном транспорте по легендарно бесполезной карте Алга вырастет до 45 рублей. Услышав эту новость, водители частных автобусов и вовсе округлили проезд до 50 рублей. А это, между прочим, эквивалентно стоимости проезда в общественном транспорте города Стамбула. Но есть одно обстоятельство. Топливо в Турции и в Стамбуле в том числе вдвое дороже, чем в Российской Федерации и в Башкирии в том числе. Как так получается? Как эта пропорция смогла случиться? Совершенно непонятно. Но факт остается фактом. Проезд у нас будет теперь 45 рублей, а кое-где и 50. В наш эфир привычно возвращается рубрика «Криминальная хроника команды Хэ». Выборы выборами, а обед в СИЗО по расписанию. На минувшей неделе стало известно, что на казенных харчах как минимум до 18 ноября остается бывший советник Хабирова по науке Руслан Казыханов. Ему, как, впрочем, и многим соратникам Хабирова, вменяется многомиллионное мошенничество. Где-нибудь, наверное, после Нового года уже состоится и суд, как мне кажется. А вот в деле банды Башспирта, так называемой банды Башспирта, ну, в народе так называют, есть некий уже прорыв и прогресс. Дело этой группировки уходит в суд. Трое фигурантов, экс-директор Башспирта Рауф Нугуманов, коммерсант Рустем Хазигалеев и экс-директор торгового дома Башспирт Александр Компанченко обвиняются в нанесении госпредприятию Башспирт существенного финансового ущерба. Следствие также не исключает и корыстных мотивов в деяниях обвиняемых. Ну, теперь будем ожидать решения суда и приговоров. Собственно, с самим Рауфом Нугумановым мне, например, все понятно. Он был генеральным директором и его ответственность за все происходящее в предприятии никаких вопросов, наверное, не вызывает. Генеральный директор отвечает за все и несет ответственность за все последствия. И если суд и следствие в суде докажет суть обвинений, которые сейчас предъявлены Рауфу Нугуманову, то Рауф Самигулыч, конечно, должен понести наказание, которое ему определит суд. Тут более или менее все понятно. Генеральные директора всегда отвечают первыми. Непонятно другое. Как и почему следствие вывело за скобки других руководителей и руководящие органы компании Башспирт. Дело в том, что Башспирт это государственное предприятие. И за функционирование этого государственного предприятия, крупного государственного предприятия, одного из самых крупнейших налогоплательщиков республики, естественно, присматривал собственник, то есть государство. Там существовал совет директоров, в который входили чиновники. И в полномочиях совета директоров были многочисленные функции. То есть, например, это контроль за законностью и целесообразностью совершения крупных сделок. Там есть определенный ценз, там свыше скольки-то миллионов, сделка считается крупной. И обычно в таких акционерных обществах, которые полностью государственные, именно совет директоров утверждает подобные сделки. Я не берусь утверждать сейчас достоверно, так ли это в Башспирте, но сдается мне, что что-то подобное там было. Так вот, вопрос у меня такой, что следуя логике следствия, ну просто обязательно нужно иметь массу вопросов и задать эти вопросы, например, Саша Сидякину, возглавлявшему в то время, в те лихие времена, именно совет директоров Башспирта. Ну а ныне Саша Сидякин укрылся за широкой спиной Дмитрия Анатольевича Медведева в аппарате партии «Единая Россия», как известно. Мы пока не знаем, был ли опрошен или допрошен господин Сидякин, будет ли он участником этого судебного процесса, но по логике вещей, конечно, руководящие органы предприятия, которые допустили или с попустительства которых случилось подобное деяние, которое вменяется этим трем злодеям, ну, наверное, тоже должно быть привлечено к процессу хотя бы как минимум в качестве свидетелей. В общем, будем наблюдать, любопытно, какие будут решения суда, как он будет идти, что в конце концов обломится, значит, подозреваемым, обвиняемым. В общем, естественно, не пропускайте выпуски «Открытой политики», мы будем говорить об этом постоянно. Несмотря на все титанические усилия и многомиллиардные затраты в сфере патриотического воспитания и внедрения духовных скреп в Башкортостане, с этим делом как-то не очень. Вот только два довольно ярких примера на фоне десятков других примеров поменьше. На прошлой неделе в городе Нефтекамске два подростка цинично помочились на бронетранспортер в городском парке. Третий снимал это все на мобильник и зачем-то выложил это все в сеть. Ну, оскверненный БТР официально признан памятником воинам-интернационалистам и отморозки с недержанием мочи об этом не могли не знать. Сейчас им грозит наказание по статье 354 части 4. Ответственность по этой статье предусмотрена до 5 лет лишения свободы или крупный денежный штраф от 2 до 5 миллионов рублей. Доподлинно неизвестно, являются ли эти подростки совершеннолетними или несовершеннолетними, но в общем неприятности, конечно, им обеспечены. Но я подчеркиваю, это что должно быть в головах вот этих вот юношей, чтобы они совершили вот эту мерзость в отношении памятника воинам-интернационалистам. А вот в парке села Раевска, Ольшеевского района, тоже стоит мемориальный БТР. И к нему у жителей района почему-то не возникает пиетета. Гуляющие в парке регулярно наполняют башню боевой машины стеклотарой от алкогольных напитков и прочим мусором. Когда башня бронетранспортера наполнилась отходами непатриотичных ольшеевцев до самых краев, на это дело обратил внимание глава района Мустафин. Он велел мусора извлечь из БТРа, а люк боевой машины заварить от греха. Согласитесь, тоже довольно яркая картинка. Оба этих примера говорят о том, что насколько невосприимчивыми оказались жители Республики Башкортостан к тем достаточно кривым патриотическим посылам, которые время от времени исходят от руководства Республики. Я считаю, что проблема здесь не в том, что жители Башкортостана патологически непатриотичны, а проблема, как говорится, в учителях. На мой взгляд, жители Башкирии просто не воспринимают всерьез поучение от тех людей, которые сами не до конца подтвердили свой патриотический статус. С одной стороны, все эти Хабировы и прочие требуют чтить память предков, любить Родину, цепляться за Отечество всеми конечностями, приносить пользу Родине и так далее, и так далее. А при этом сами же они потворствуют тому, что, например, их дети проживают в странах НАТО. Причем у многих, не только у Хабирова, у Хабирова там половина детей живет в странах НАТО, а у многих там и все дети проживают. Да и много других есть, в общем-то, примеров. Ну, не хотят чиновники ездить на отечественных автомобилях, например, да, и прочее, прочее. Питаться отечественными продуктами, пить отечественные напитки. Это же пример. Если начальство с одной стороны всех, значит, призывает к патриотизму и любви к Родине, а при этом ведет себя не совсем патриотично и не демонстрирует, по крайней мере, собственным примером вот этого всего, конечно же, увещевания таких людей работают довольно слабо. Или вообще не работают. И отсюда вот такие вот истории с этими бронетранспортерами. В связи с тем, что ощутимая часть жителей Республики Башкортостан отнеслась критично к результатам минувших выборов, я поинтересовался, а как будет по-башкирски звучать слово «самозванец». И, к своему удивлению, узнал, что вообще-то исконно в башкирском языке такого слова не существует. Судя по всему, в те стародавние времена, когда зарождался башкирский язык, у башкир не было проблем с самозванцами. Ну, а теперь, как известно, есть. В телеграм-канале «Открытая политика» мы провели экспресс-конкурс среди знатоков башкирской филологии. И первый приз достался синтезированному термину, который звучит примерно вот так. «Ягонсы Атай». Заранее приношу извинения за свое произношение. Как известно, язык — это живой организм. В языках рождаются и умирают слова. Проходит время, и какое-то слово уже больше не используется, забывается, и больше его не остается в словарях. Ну, вот теперь у нас в башкирском языке, я надеюсь, появился новый термин, хотя бы в какой-то мере характеризующий текущую ситуацию в республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...